Сера. Латинское название сульфур. Хлор. Латинское название хлорум. Новое поколение не может просто присутствовать на уроках. 45 минут слушать и запоминать информацию скучно. Поэтому умный глобус, говорящая таблица Менделеева, датчики влажности, освещенности, силы воздуха, ветра и давления. Все это уже сегодня можно встретить в кабинетах географии, химии, физики. А еще биология. Микроскоп без окуляра. Как вам? В 21 веке смотреть нужно в монитор. На нем то, что скрывает лист лилии. Можно увидеть ткани животных, насекомых и даже человека. Научные разработки помогают вовлечь учеников в образовательный процесс игровым и интерактивным форматом. Это уже из конструктора собран робот, хотя ученикам предлагается его собрать самостоятельно. То есть нужно взять в руки отвертку, собрать все элементы, включить контроллер, подключить к нему разные схемы, датчики и сервоприводы. Это инженерная задача. После сборки ученик может попробовать, разумеется, совместно с преподавателями его запрограммировать, для того, чтобы робот исполнял какие-то его команды, программы. Они учатся уже программированию. А с помощью такого, можно сказать, инновационного обучения сразу ясно, кто в будущем может стать проектировщиком, кто исследователем, а кто инженером. К отрасли образования в эти дни пытаются привлечь не только обучающихся, но и широкие массы. Тех, кто, кажется, не имеют прямого отношения к процессу, например, родителей и депутатов. И все это в рамках форумной кампании. Я особо рада приветствовать присутствующих в зале докторов, наук, профессоров, педагогического, прежде всего, направления. Мы очень рассчитываем, уважаемые гости, что именно вы дадите новые тренды, смыслы и те лидерские позиции, которые сегодня занимают учреждения на международном уровне, потому что нам с вами достигать высокую задачу. Это прежде всего вхождение России по качеству образования в десятку мировых лидеров. Добиться результата можно только совместными усилиями, считают организаторы. Поэтому среди них три министерства, десять образовательных учреждений, а также лечебные, спортивные и культурные организации республики. Объединились все, чтобы лучше узнать, в чем же нуждается подрастающее поколение. Для кого мы работаем? Мы работаем для наших детей. Дети – это у нас более 100 тысяч детей и молодежи. И, конечно, мы должны понимать, что им надо. Чтобы правильно скорректировать свое управление, чтобы учесть все их потребности, чтобы сформировать необходимую следу для их обучения, для их воспитания, для их развития. И, конечно, только сообща мы, услышав друг друга, можем улучшить наше состояние развития системы. Отметим, сегодня треть бюджета КОМИ уходит именно в образование. А значит, образование и государство в тесной связи и работают сообща, что не может не принести свои результаты. Анна Зубарева, Павел Люблян Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.